Инфекция, чтобы притормозить ее распространение, по всей стране объявили неделю выходных. Своеобразные антивирусные каникулы. Все, лишь бы только люди сидели дома. За исключением тех, чью работу нельзя прерывать. Врачи, полицейские. А вот многие ли жители Иркутской области на практике решили придерживаться режима самоизоляции, выясняла Ольга Харнутова. Антивирусные каникулы во всем регионе, но не для водителей общественного транспорта Иркутска. Они продолжают работать с некоторыми поправками. На конечных остановках обрабатывают свое рабочее место и поручни в автобусе дезинфицирующими средствами. А также носят маски и перчатки. Как часто меняете маски? У меня вот запас, я на день беру три маски. А мне нет? У меня еще, у меня еще есть, хотя я самодельная маска с собой. Догул уже на крайний случай. Вот, сестрелка с чего вроде. Маски не пригодятся работникам салонов красоты, развлекательных центров, кинотеатров, торговых точек с одеждой. Все они, за исключением магазинов, в которых продаются товары первой необходимости и аптек, должны быть закрыты. В Иркутской области закрыты все заведения общепита. Работает только доставка. За непослушание надзорные органы будут штрафовать владельцев заведений. Предполагалось, что с закрытием подобных заведений и приостановкой работы многих компаний улицы будут пустовать. Однако в Иркутске все практически как в любой будний день. Похоже, на домашний режим перешли единицы. Поводы выйти из квартиры, если верить опрошенным горожанам, сплошь уважительные. Почему вы сейчас не дома? Потому что с работы только отпустили, я иду домой. Потому что я иду с поликлиники, с больницы. Однако даже в такой ситуации важно соблюдать рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Одна из основных – надеть маску. Проверить, соблюдает ли это, мы решили в довольно оживленном месте. Недалеко от остановки диагностический центр. Каждую минуту здесь проходит больше десятка человек. За пять минут лишь семь горожан прошли в масках. Из них двое – пожилых людей. Похоже, молодежь больше беспокоится о себе и окружающих, чем старшее поколение. Маску невозможно купить. Сейчас я заказал в ателье. Думаю, что сегодня заберу. Своих сотрудников мы уже обеспечили. Поэтому я передвигаюсь на собственном автомобиле. При том, что любые передвижения сейчас вообще должны быть сведены к минимуму. Увы, но антивирусные каникулы не заставили иркутян сидеть по домам. А ведь на кону и жизни, и жизни близких. Ольга Хармутова, Владимир Пинаев. Новости по будням. 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 Новости по буд